Да, какая церковь! Мне очень приятно находиться здесь. И размышляя, рассуждая, на какую тему бы с вами могли иметь общение, у меня первая мысль сказать вам, Бог нас всех очень сильно любит. Тема сегодня пятницы, о молодежи, о детях, о неспасенных родственниках. И на самом деле эта тема для меня лично, она, наверное, самая-самая близкая. Я не хочу умолить другие темы, но это просто за меня молятся. Я, в общем-то, человек еще из молодежи. Мне очень приятно, когда именно в церкви есть люди, которые именно молятся, и, в общем-то, мы испытываем поддержку очень сильную. Друзья, что мешает спастись? Вот о молодежи, да, я конкретно говорю, о молодежи, о детях, о родственниках. Что мешает нам? Мешает грех. Я размышлял и решил поговорить сегодня о последствиях греха. И в основании проповеди хочу прочитать стих, записанный Иакова, в первой главе, пятнадцатый стих. «Похоть же зачавши рождает грех, сделанный грех рождает смерть». Прочитав этот стих и размышляя, готовя проповедь, сразу вспоминаются примеры из Библии, да, которые говорят о последствиях греха. И далеко не ходя в бытие первые главы о создании мира, да, и Адам, и Ев, и там уже произошел грех. Там описываются последствия. Человек стал умирать после греха. Дальше мы видим в Новом Завете также пример Ананя Цефира. Тоже итог прям яркий, описывается в Деяниях Апостолов, в пятой главе, как итог смерть. Друзья, последствия греха – смерть. И мы все с вами знаем. Как-то вопрос был у нас на Молодежном, и задали вопрос такой. Перечислили, в общем-то, все негативные качества греха и спросили, вы согласны, молодежь? Да, согласны. Ну, поднимите руку тот, кто не делал греха, не делает греха. То есть все согласны, а кто не делал греха? И ни одной руки не было. Друзья, мы с вами все знаем, получается. Но, получается, зная, все равно идем и делаем. Почему? Этим вопросом задался я также. Почему в моей личной жизни, понимая, зная, я соприкасаюсь, пачкаюсь? Для себя я выписал несколько пунктов. На самом деле их очень-очень много. И самое интересное, что, касаясь каждого человека, в каждом различном возрасте унес свои слабости, и сатана как крыкающий лев. Еще кого поглотить, он подходит и находит подход. Грех, оказывается, изначально выглядит всем иначе. Он умеет на себя одевать маску. Я так написал. Грех надевает на себя маску. И выписал пункты. Первый пункт, который я хотел с вами рассмотреть, это грех бывает интересный. Кстати, разбирая, в общем-то, готовя и вспоминаю примеры из моей личной жизни, я получил ответ на самый первый вопрос, когда я читал Библию. Адам и Ева. И почему Ева согрешил? Ведь она знала, ведь все было, все было. Но для чего? Зачем? Грех бывает интересным. Я воспитывался, в общем-то, не в церкви, но с христианским воспитанием, так скажем. И мама, в общем-то, в моей жизни очень большую роль сыграла в воспитании. И одно из очень важных, которое я запомнил, это мама мне с самого детства внушила и объяснила, что с оккультизмом связываться нельзя. Это грех. И такой грех, который я буду нести последствия всю жизнь. Моя жизнь может измениться очень сильно. И я в это верил. Да, я не хочу сказать, что я был святым, что я все слушался, исполнял, как мама говорит, но именно в этом вопросе было, в общем-то, полное послушание и доверие. И однажды в подростковом возрасте уже ко мне, я ехал куда-то, домой, по-моему, да, и на вокзале подошла цыганка. И, в общем-то, как они умеют, я думаю, к каждому, наверное, скорее всего, подходили. И, в общем-то, завязался диалог. Хочешь, я тебе погадаю и тому подобное. И я имею твердое положение, позицию. Я, в общем-то, с оккультизмом связываться не собираюсь. И для меня, в общем-то, это мне неинтересно. И вот она пытается увлечь, разве тебе неинтересно, кто у тебя будет, какая супруга, сколько детей, какая машина и так далее. И мне это неинтересно. Я имею твердую позицию. И она говорит, почему тебе неинтересно? И я говорю, а вы все равно все обманываете. Друзья, я не побудусь, я уже мог давно уйти, время у меня было, но я как бы хотел доказать, какое-то у меня чувство возникло, что, в общем-то, я имею твердую позицию, мне это не страшно. И я, в общем-то, еще могу отстоять свое. И она за вот это слово зацепилась, что я обманываю. Друзья, как легко, быстро все поменялось. Мгновение. Только что имел твердую позицию, уверенность. И когда она мне сказала, я обманываю, а я тебе сейчас скажу, что у тебя было. Друзья, я уже забыл, что это оккультизм. Я забыл, что это то же самое, что она будет наперед мне гореть, что она мне скажет, что у меня было. Я забыл. Мне стало тебе, а реально правду скажут или нет? Я же знаю, что у меня было. Она же меня не сможет обмануть. Друзья, настолько мне стало интересно, что мои твердые позиции быстро исчезли. И я в душе, глубине души, проиграл уже. Я уже в глубине души дал ей руку. Но Бог явил милость на тот момент. Подошел на нужный маршрут, и так остановился прямо возле меня. И я, видя маршрут, я уже давая руку, не захотел ждать, и в общем-то я уехал. Не дал ей руку, но в глубине души я дал. Я проиграл. Друзья, был, имел твердую позицию. Знал, что грех, знал, что в моей жизни потом это печально на всю жизнь может отобразиться. И так легко проиграл. Стало интересно. Представьте, как искусил. И к каждому сатана так же подходит. По-своему. Грех бывает выгодный. Уже будучи членом церкви, уже неся служение, Рождество, кстати, как сейчас уже подход, но тогда было именно Рождество. Хорошее собрание. Я получил назидание очень сильное. Помню, выхожу из церкви и говорю, грешить не буду. Постараюсь себе приложить все усилия не грешить в этом году. Вот просто все усилия приложу. Хорошее настроение. Иисус Христос родился. А у нас принято так в церкви. Мы Новый год не так празднуем, а вот Рождество для нас это, в общем-то, самый главный праздник. Мы, в общем-то, молодежи остаёмся на всю ночь. Подарки детям развозим, рассказываем много что деткам. И, в общем-то, наша ночь так проходит Рождественская. И так не исключение это ночь. И вот я вышел, и так получилось, мы развозили подарки, задержались, ночь, и уже остаётся только до молитвы доехать, один квартал. И брат мне говорит, один. Он ещё права не имел, но он уже умел ездить, он уже вот-вот должен был получить права, он уже учился. И мне говорит, можно я прокачусь? Настроение хорошее, машин нету, пустые дороги, ночь, один квартал. Ну, почему бы не дать? Я знаю, что он умеет ездить. И я дал. Дал ему проехаться, но он не проехался, там много сказано, он только сел, он только тронулся, а у нас, знаете, как искушение, оно есть искушение, он только сел, только тронулся, и сотрудники обгоняют нас, обещают, и прямо останавливаются, выходят и сразу машут, останавливают. И идётся некуда. И, друзья, самое интересное положение, я грешить не собирался, и не хочу. И я понимаю, обманывать не буду точно, я чётко у меня понимание, обманывать не буду, но, а брат ещё растерялся, знаете, он же ещё не пристёгнул, только тронулся, он не опланировал, что его так обгонят и остановят. И он вместо того, чтобы, как бы, знаете, как бы у меня в голове сразу протягивать, протяни, мы пересядем быстро, а он вместо этого давай пристёгиваться, наоборот. Прав не имеет, а пристёгивается. Ну, ладно, друзья, и, в общем-то, на глазах он светит окошко, мы пересаживаемся, я выхожу, обманывать не хочу, а уже обман происходит, действие, настолько мне выгодно, а в голове обманывать не буду, я ещё, я ещё святой, я, в общем-то, у меня в голове уже складывается, как построить общение, чтобы не обмануть, а по сути действие уже обмана произошло, и уже делаю этот обман, настолько мне выгодно, друзья. И вот, да, конечно, Бог явил милость, я покаялся перед Ним, меня не оштрафовали, я не, в общем-то, меня отпустили просто так, Бог милости, он мне сказал, а тебе должно быть тройне стыдно, да, мне стыдно было, друзья, и я понял, насколько мне было выгодно, имея твёрдое положение, так же, много что знаю, грешить не буду, в голове говорю, грешить не буду, а действие происходит, потому что мне это выгодно. Вот так вот, друзья, насколько искусственно подходит сатана к нам. А что дальше? Что дальше? Каково событие происходит? Сделали мы грех, и самое, кажется, бывает безобидно, где-то я умолчу, но не положение заставляет каяться, неудобно, но я больше делать так не буду, не получится. Грех имеет такое свойство, притягивает другой грех. Он как магнит. Я не буду сейчас приводить иллюстрацию для детей, хотя можно очень интересно, времени не хватит, но я вам скажу так, друзья, маленький грех оставив, не получится. Обязательно придёт искушение, когда надо будет закрыть этот грех. Кто-то спросит, как-то косвенно, кажется, как будто бы он не знает, но спросит, но чтобы не раскрылся, придётся закрыть его другим грехом, обманом. И как-то неудобно, и этот обман, чтобы потом не раскрылся. Другой, третий, мы не замечаем, как нам становится неудобно даже жить, трудно дышать, потому что мы христиане, я говорю, за верующего человека. И чем мы больше находимся в этом положении, как и в болоте, мы начинаем погибать, труднее дышать, захлёбываемся в этом и умираем. Умираем, друзья, духовно и физически. Но где же избавление от всего? Кажется, мы всё рассмотрели с вами. Кажется, всё гладко получается. А как жить тогда, когда, кажется, всё знаем и всё равно пачкаемся? Друзья, я не просто так вначале сейчас сказал, Бог есть любовь. И в виде этого, Бог, явил нам такую любовь, которую мы не сможем даже отобразить. Бог спасал Сына Своего. Кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. Написано в Римлянам в 6 главе 23 стих. Ибо возмейте за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Также 1 Петра 2 главе 24 стих написаны такие слова. Он грехи наши Сам вознёс с телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами вы его исцелились. Друзья, явленная Божья любовь, кровь Иисуса Христа, она омывается от всякого греха. Нам только нужно покаяться, раскаяться, если надо исповедать грех, и происходит избавление, но не спасение ещё, избавление. Мы становимся чистыми, а дальше опять снова лестница наверх, путь к небу, друзья. И только с Божьей помощью, в тесном отношении с Богом мы сможем достичь неба. Мне нравится стих такой, записан. Сначала я как пожелание думал, а потом понял это наставление Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 22 стих. Он короткий, написаны такие слова. Удерживайтесь от всякого рода зла. Часто бывает в жизни нашей, мы всё понимаем и видим, но наш ум, кажется, мы много что знаем, и мы твёрдо стоим, и даже если знаем, что там грех, что плохое сообщество, но нам кажется не страшно, мы объявим свет, идём туда, и как раз, как только так подумали, мы спотыкаемся, пачкаемся, и начинается в это новое колесо. Друзья, удерживайтесь от всякого рода зла. Если вы знаете, что там ничего хорошего, если общество там не очень хорошее, не надо самодельно думать, что я знаю, и мне это не грозит. Обязательно испачкаться. Мне вспоминается пример, последний пример, и буду заканчивать. одну уже сестру. Это была молодёжь, по-моему, молодёжи эта девочка. И она закончила школу, и у неё был выпускной. Она верующая, родители верующие, и над ней очень сильно смеялись, подсмеивались о том, что типа она много жизни не видела и не знает. и вот выпускной как-то и вечер выпускной, и там дискотека, и вот всех, весь класс туда, и она собралась туда. И она собралась туда, и родители говорят, я пойду туда. И когда мама с папой попытались что-то ей сказать, поняли, что это уже бесполезно. Она вот твёрдо решила идти туда. И она, да, она твёрдо положение имела. Она говорила, мама, папа, я знаю всё, мне это не страшно, я не буду там танцевать, я просто хочу посмотреть, как это вообще всё происходит. Это вечер мой, выпускной. Мне даже интересно, я никогда не была там. И, в общем-то, мне понравился ответ папы. Когда он это всё понял, понял, что смысла нет силы держать, только будет ожесточение. И он сказал, я тебя отпускаю, дочка. Я тебя отпускаю, но только с одним условием. Она говорит, каким? Конечно, выполню. Говорит, туда отвезу я тебя лично сам. То, конечно, вообще не вопрос. Но перед этим мне надо будет ещё одно дело сделать. Ты поможешь мне, хорошо? Хорошо. Я надовольна, собралась, одела красивое белое платье и поехала с папой на выпускной. А папа работал на шахте. И вот он перед вечером этим решил заехать на шахту. Заехал на работу. Она думала, что папа выйдет, сделает свои дела и придёт. А папа говорит, нет, пойдём со мной. Она говорит, папа, ну я уже чист, там всё. Она говорит, нет, ты ничего делать не будешь. Ты просто сейчас пойдём со мной, ты мне посветишь. Мне просто посветить надо. Я быстренько, пять минут и поедем дальше. Хорошо. Делать нечего, уже договорились же. И поехала. Пошла. И в общем-то спустились они, она посветила, всё хорошо, наверх поднялась, и всё уже выходит на свет, довольная. Вот сейчас поедет, смотрит на своё платье, а платье далеко не белое. Оно же пятнами, грязными. Где-то всё-таки оно замазалось, испачкалось. И она поняла, вечера не будет. Друзья, какой красивый пример. Просто постояла, просто посветила, ничего не делала, ничего не трогала. Вот так вот бывает. Удерживайтесь от всякого рода зла. Да благословит нас Господь, чтобы мы распознавали эти маски, чтобы мы, если вдруг произошло падение, испачкались, не пытались закрыть, замазать, обижали к Богу. Только Бог может вытащить из этого болота. Только кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. И заново, отряхнувшись, ждали встречи с Богом. С Богом. Аминь. Помолимся. С Богом. Продолжение следует...